Здравствуйте! Это новости 24. Итоги недели на телеканале ННТ в студии Хадежи Курбанова. И коротко о том, что ожидает вас в сегодняшнем выпуске. Почему задержали экс-директора Дербинского музея и может ли Али Ибрагимов лишиться свободы так же, как ранее лишился должности? Сначала массовое отравление, затем массовая дезинфекция. Почему в столице Дагестана были закрыты все детсады и кто виноват в отравлении детей? Масочный режим без масок. Почему махачкалинцы не следуют рекомендациям Роспотребнадзора? Это протест, недоверие к чиновникам или отсутствие социальной ответственности. Кто в республике лучший пахарь? Впервые в Дагестане определили профессионального землепашца номер один. Соревновались более десяти пахарей. Кто стал победителем, узнаете в нашем выпуске. Самое загадочное и жестокое событие минувшей недели – убийство общественника. Труп руководителя общественной организации «Кудрат» был обнаружен пожарными в сгоревшем доме Ленингента. Новость облетела все информационные каналы республики. Сообщается, что тело 70-летнего мужчины было полностью обгоревшим и с признаками насильственной смерти. Пока мотивы убийства, как и подозреваемые, не найдены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследования продолжаются. Ну а самым неожиданным событием недели можно назвать задержание Али Ибрагимова. Экс-директор Дербенского музея был задержан в Москве по подозрению в превышении полномочий. Сумма ущерба – более 1 миллиона 600 тысяч рублей. В его доме прошел обыска самого Ибрагимова планируют привезти в Махачкалу, так как в Москве он был проездом. Напомним, Али Ибрагимов был уволен 26 февраля после конфликта с мэром Дербента Хизрия Бакаровым из-за работ в парке Низами Генживи. Экс-директор музея попытался остановить реконструкцию парка, обвинив мэра в небрежении историческим наследием города. Хизрия Бакаров же заявил о преследовании корыстных интересов Ибрагимова, отрицательно отозвавшись и о его работе. Теперь же в корыстолюбии Ибрагимова будут разбираться следователи. Потеряет ли бывший директор музея свободу вслед за должностью – покажет время. Началась эта неделя довольно тяжко для пап и мам, у которых дети ходят в детский сад. Все муниципальные детсады столицы закрыли на три дня для дезинфекции. Связано это со вспышкой острого кишечного отравления. Напомним, отравили 75 детей, больше половины из них были госпитализированы. Причиной массового заболевания специалисты Роспотребнадзора назвали пищевые продукты. Согласно данным исследований специалистов, в 92% пробах были найдены ДНК возбудителя дизентерии и ротовируса. Кроме того, у персонала пищеблока был обнаружен стафилококк. 15 октября деятельность детсадов была возобновлена. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают виновных в отравлении. Но есть и хорошие новости для родителей, чьи дети питаются в общепитах. В частности, школы Дагестана планируют обеспечить мясной продукцией местного производства. Отметим, большая доля мяса в образовательных учреждениях завозная из других регионов и даже стран. Если раньше вазные продукты теряли свежесть при транспортировке, теперь же есть вероятность того, что школьные блюда будут готовить из свежей горской баранины или говядины дагестанского производства. Кроме этого, в Минсельхозпроди отмечают, что помимо мяса заменят и масло, молоко, куриные яйца и рыбу. В середине недели средства массовой информации сообщили о том, что передвигаться в общественном транспорте без масок в Дагестане будет нельзя. Минтранса Республики предупредила, что полицейские будут строго следить за соблюдением масочного режима, но пока мы видим только информирующие об усилении режима наклейки при входе в транспорт. Маски же мы можем наблюдать лишь на нескольких пассажирах транспорта из всего числа. К сожалению, и себе во вред население не внемлет активным рекомендациям Роспотребнадзора. Оградить сознательный контингент пассажиров от беспечной категории людей, главная задача, которую выделили в Минтрансе Республики, получается не в полной мере. Кому-то холст простор для творчества, а кому-то подойдет и поле. На этой неделе в Буйнакске прошел республиканский конкурс «Лучший пахарь». Такие соревнования проводились в Республике впервые. Все финалисты доказали, что рабочая профессия и труд руками – это их любимое дело. Десятки механизаторов выясняли, кто же все-таки лучший. За соревнованиями наблюдала и наша съемочная бригада. О том, как это было, расскажет Патимат Ханапова. Я хочу расставаться с трактором. Кормилица, как говорится. Это Калсын Бейбулатов, самый старший из участников конкурса. В этом году ему исполняется 69 лет. За полвека работы на земле признается тракторист. Таких масштабных конкурсов в Республике еще не было. Соревнования среди пахарей в Дагестане проходят впервые. Время здесь не главное, важнее мастерство. Лучших выбирают по девяти показателям – от глубины вспашки до качества борозды. Землю надо обрабатывать, любить надо землю. Она нас кормит. К земле у участников особое отношение. Особое оно и к своей технике. Так, например, Махмуд Хидиров оснастил салон камерой заднего вида и современным магнитолом, чтобы не было скучно. А это не мешает нам сработать? Нет, это не мешает. Не мешает, мы можем не сработать. На турнир в Буйнакск приехали около полутора десятка участников. И вот по итогам республиканского конкурса победителем признан механизатор сельскохозяйственного колледжа города Буйнакска Сайпулагаджибеков. Вторым стал Ислам Боритов из Хасайюртовского унитарного предприятия. Третье место занял представитель Бабаюртовского района Руслан Ибузов. Отметим, что конкурс пахарей, по словам министра сельского хозяйства, будет проводиться ежегодно. Аграрное ведомство планирует организацию состязаний и по другим рабочим профессиям. Нам очень важно популяризация этих рабочих профессий с тем, чтобы ребята, школьники, городские и сельские, не выбирали профессии экономиста, юриста, шли в сельское хозяйство, потому что здесь можно заработать хорошие деньги и здесь можно показать себе, проявить себя. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакск. В положительные новости приходят и из сферы медицины. Так, в Третьей городской больнице состоялось открытие палеотивного отделения. Теперь здесь будут оказывать необходимую помощь пациентам, лечение которых зашло в тупик, чтобы облегчить течение тяжелого заболевания. На открытии отделения присутствовали представители различных министерств и ведомств республики. Подробнее Хамзан Румагомедов. Новое палеотивное отделение Третьей городской больницы стало единственным для всех прилегающих районов столицы. Оно рассчитано на 20 коек. Уже сегодня должны поступить первые пациенты. Для этого палаты оснащены всем необходимым оборудованием. В палате интенсивной терапии расположены кислородный преобразователь, мониторы стоят для наблюдения за пациентами, также для неотложной помощи все оборудование расположено. Мы также располагаем СИПАП, это неинвазивный ИВЛ. Также при необходимости можно подключить инвазивные аппараты ИВЛ. В нашей республике в паллиативной помощи нуждаются 2000 дагестанцев, из них 800 – дети. Острая необходимость в открытии соответствующего отделения побудили благотворительный фонд инсан, меценатов, неравнодушных людей финансово помочь народной больнице. А именно так дагестанцы называют Третью городской, после того, как здесь развернули битву за жизни пациентов, больных коронавирусом. Когда ты видишь человека абсолютно беспомощного и которому нужна помощь, очень важно, когда есть люди, которые могут эту помощь оказать. То, что данное отделение оборудовано с учетом всех высокотехнологичных достижений медицины, то, что здесь просторные коридоры, хорошие качественные палаты, достаточно светло и тепло. И самое главное, что греет – это взгляды тех докторов, того обслуживающего медицинского персонала, который будет здесь работать. Ты понимаешь, что эти люди будут в абсолютной защите. На открытии присутствовали и представители Министерства здравоохранения республики, которые поздравили руководство больницы с этим знаменателем событием. Они осмотрели уютные палатки, оснащенные современным оборудованием. Мы искренне рады, что есть такие общественные организации, которые во взаимодействии с органами исполнительной власти готовы решать задачи, поставленные перед нами правительством Российской Федерации, правительством Республики Дагестан. Особенно отрадно, что есть такие люди, которые готовы творить добро и помогать людям абсолютно бескорыстно. В рамках программы запланировано финансирование и поддержка социально ориентированных НКО. И вот в этом году впервые такой опыт, Министерство здравоохранения получает такой опыт по выделению финансирования на мероприятия по развитию паллиативной помощи именно для некоммерческих общественных организаций. Теперь на базе Третьей городской больницы также работает выездная паллиативная служба. Две бригады смогут оказывать медпомощь на дому тяжелобольным жителям пяти районов в северной части города. Помимо этого, вместе с Народной больницей Министерство молодежи осуществляет проект по развитию добровольческой помощи в паллиативной сфере. Я думаю, что у этого направления большое развитие, потому что на сегодняшний день это очень важное, очень нужное дело, которое ложится на наш дагестанский менталитет, заботится о каждом члене общества, заботится о тех, кому осталось, может быть, и недолго. Но каждый их день должен быть наполнен смыслом, заботом и пониманием, что мы все нужны друг другу. Стоит отметить, что развитие паллиативной помощи в нашей республике удалось осуществить в частности при поддержке федерального проекта ОНФ «Регион заботы». Это были все новости этой недели. С вами была Хадижа Курбанова. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова